Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. По состоянию на 1 ноября 2015 года общая сумма просроченной задолженности по оплате за газ в целом по Самарской области превышает 838 миллионов 468 тысяч рублей. А общее количество должников, не оплачивающих газ более одного месяца, составляет примерно 207 тысяч человек. Из них следует выделить категорию так называемых злостных неплательщиков, которые имеют задолженность по оплате за газ более 30 тысяч рублей и не платили за газ более полугода. Тема нашей программы «Не гасишь долги, погаснет газ». Гость студии, заместитель генерального директора Самара ГАЗ Наталья Викторовна Бабенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте, Елена. Ну что же, тема нашего разговора сегодня более чем серьезная и в первом вопросе я попрошу вас обрисовать в целом ситуацию по Самарскому региону. Пожалуйста, как говорится, напугайте цифрами. Если говорить в цифрах, то ситуация действительно не самая приятная. Население области в целом должно за газ более 1,2 миллиарда рублей. Те цифры, которые вы озвучили, говорят о тех неплательщиках, которые просрочили установленные сроки платежа. А в целом задолженность населения составляет более 1,2 миллиардов рублей. И на самом деле для нас это составляет серьезную проблему, поскольку мы эти средства, которые получаем от населения, направляем на все те нужды, которые, собственно, и позволяют нам обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение населения области. Вот это важно. На службы на какие? Давайте сразу поясним, чтобы нашим уважаемым телезрителям было понятно, что они делают, не оплачивая счета за газ, и в какие, я прямо не побоюсь этого слова, проблемы могут возникнуть у газовой службы. У газовой службы, конечно, возникают проблемы с недофинансированием тех проектов, которые мы, социальных в первую очередь, которые мы обязаны осуществлять. Мы обязаны обеспечить наших потребителей газом круглогодично, круглосуточно в течение 24 часов. И мы с этой обязанностью на сегодняшний день справляемся весьма достойно. Я вряд ли, кто-то из жителей Самарской области может вспомнить ситуацию, когда у него не было газа. Иногда не бывает каких-то иных коммунальных услуг. Но газ в наших плитах, в наших котлах и колонках горит практически всегда, за исключением тех редких случаев, когда происходят аварийные ситуации. И даже в аварийных ситуациях восстановление газоснабжения происходит в считанные часы. На самом деле это кропотливая работа того персонала, который занимается обслуживанием непосредственно газовых сетей. И наша проблема заключается в том, что любые ремонты, любые восстановительные работы, да и просто содержание сетей требуют вложения значительных средств, поскольку газопроводы нашей области ни для кого не секрет, что Самаргаз – ровесник Победы. Мы отмечали 70-летие вместе со всей страной. И возраст наших газовых сетей таков, что они требуют постоянного ремонта и контроля. И наибольшая часть денежных средств, которые мы получаем от населения, собственно говоря, и тратится на содержание и на поддержание в надлежащем состоянии системы газоснабжения, в результате чего каждый наш абонент, вот так перебойный, безаварийный, имеет возможность пользоваться этой коммунальной услугой. Ну, безусловно, это создает и проблемы с необходимостью привлечения заемных средств, проблемы с необходимостью выкручиваться из тех ситуаций жизненных для предприятий, которые есть у любого любого бизнеса. Но львиная доля наших средств, конечно, это средства на содержание нашей системы газоснабжения. Вы знаете, Анатолия Викторовна, я от себя не применую добавить следующий комментарий. Когда вы сказали про аварийную службу, вот лично мы живем за городом, и когда случается какая-то авария, там свет отключают, как мы сказали, там с водой какие-то проблемы, но только если случается что-то с газом, через 30 минут, это вот буквально было недавно, нам постучали компании газовой службы. Лично хочу вам сказать вам спасибо. Приятно это слышать. Я единственное, может быть, уточню, что мы провели огромную работу и сделали передовую совершенно аварийно-диспетчерскую службу. У нас аккумулируются в единой службе все заявки. У нас распределяется электронным образом система обслуживания клиентов при поступлении заявок. Тем самым мы, конечно, сократили время прибытия бригады, оптимизировали выезды персонала из определенных точек. И на самом деле мы очень много, и в том числе денежных средств, ну и, конечно, и нашего интеллектуального труда, потратили на то, чтобы эту работу сделать более актуальной, более соответствующей духу времени и обслужить наших клиентов по максимуму. Поэтому, конечно, мы со своей стороны рассчитываем на понимание со стороны наших абонентов того, что мы совершенствуемся, мы стараемся наши услуги сделать более доступными, более качественными. И, конечно, рассчитываем на то, что наши абоненты будут с пониманием относиться к элементарной необходимости оплачивать вовремя за те коммунальные услуги, которые они в полном объеме получают. Давайте вернемся к нашей теме. Итак, мы сегодня говорим о долгах. Не гасишь долги, отключат газ. Скажите, кто считается злостным должником? Как много таких абонентов? Абонентов таких в количественном выражении не так много, как может показаться на первый взгляд. Но, к сожалению, сумма их задолженности, она весьма существенна. То есть у нас всего 1,7% абонентов от общего их числа попадает в ту категорию, которую мы для себя определили как злостную. Это те, кто не платил за газ более шести месяцев, и те, у кого задолженность составляет... То есть не копеечки, да? Нет, он мог платить копеечку, но его сумма задолженности составила более шести ежемесячных начислений. То есть не оплачены шесть периодов, и сумма его задолженности составляет более 30 тысяч рублей. Опять же, определили мы такую категорию не потому, что это вот априори так, а потому что у нас, наверное, не хватает человеческих ресурсов для того, чтобы поставить планку ниже и прийти в дом ко всем, кто не заплатил 10 тысяч рублей. И мы надеемся, правда, что мы, когда разберемся с теми должниками, которые 30 должны, мы все-таки доберемся и до тех, кто... Бывают ситуации, что человек не платил 5 лет подряд, но у него сумма долга 8 тысяч рублей, потому что у него одна газовая плита. Он, в принципе, не считает нужным оплачивать эту услугу. Но, к сожалению... Это в принципе неправильно, конечно. Это в принципе неправильно, и мы предупреждаем таких абонентов, что в случае, если у нас будет ресурс, мы, конечно, этим займемся. Но не распыляясь, вот мы определили себе такую категорию. К сожалению, их достаточно много. Это почти 4 тысячи абонентов по городу Самаре, а в целом по области их порядка 15 тысяч. И именно с этой категорией мы работаем как с категорией злостных неплатежчиков, применяя к ним все те меры, которые законом предусмотрены. К сожалению, эта категория должна практически треть от общей суммы неплатежей. То есть вот 2% должников составляют 30% тех денежных средств, которые, в общем, не оплачены. Поэтому, конечно, мы сконцентрированы именно на них. Наталья Викторовна, но по каким же основным факторам, влияющим сегодня на проблему неплатежей, вы можете назвать? Вы знаете, факторы весьма разнообразные. И я не могу сказать, что портрет нашего основного должника – это только социально неблагополучная категория граждан. Вне всякого сомнения, определенную долю нашего должников составляют асоциальные личности, составляют малоимущие семьи, хотя, как правило, они достаточно дисциплинированы и, в общем-то, обращаются к нам за получением документов для возможности получения субсидий, которые положены льготы таким категориям граждан. Но, тем не менее, те, кто не планирует и не хочет этого делать из-за социально неблагополучных категорий, они, конечно, есть. Но, к сожалению, велика доля тех, кто на самом деле не относится к неблагополучным семьям, кто имеет достаточно большие отапливаемые площади, и в связи с этим имеет большие суммы задолженности, доходящие до 150-200 тысяч рублей, но просто либо отсутствует, либо не считает нужным вовремя расплачиваться за услуги. И вот за такими людьми зачастую нам приходится тратить много усилий для того, чтобы элементарно получить плату за газ. Причем, как правило, вот по таким категориям это происходит как раз-таки в досудебном порядке. Как правило, когда мы начинаем применять процедуру отключения. Отключение. То есть вы сейчас имеете в виду большие площади как и квартирного характера, так и загородные дома, коттеджи, которые отапливают, получают услугу, но просто не... В основном, да. Хотя сейчас у нас уже есть и помещения в многоквартирных домах с поквартирным отоплением, то есть комплексные застройки. Сейчас это актуально, значит, застраивать жилые кварталы и устанавливать индивидуальные отопления в каждой квартире. И вот у них как бы суммы долга тоже, к сожалению, накапливаются. Но здесь есть такая специфика, к сожалению, в основном за счет того, что люди покупают квартиры, отапливают, потому что это многоквартирные дома, и хочется сохранить жилье должным образом, но не живут, и в этой связи могут не платить за коммунальную услугу. Но по большей своей части это, конечно, владельцы частных домов, владельцы коттеджей, коттеджи, которые находятся там за большими заборами, и для нас проблемно попасть, войти. Мы тратим на это, мы выходим туда не один раз, мы тратим на это достаточно много наших трудовых ресурсов, но, тем не менее, в итоге возмездие всегда неотвратимо. И в любом случае, либо мы все-таки применим процедуру отключения, либо мы выйдем в судебном порядке за взысканием задолженности. И, как правило, должник ее погасит в досудебном порядке. Я вот об этой категории говорю. Спасибо. У нас периодически появляются на экранах, уважаемые телезрители, телефоны колл-центра «Самаргаз». Кстати, Наталья Викторовна, что по этим телефонам можно узнать? Можно ли узнать сумму задолженности? Можно ли просто позвонить и обратиться? Скажите, вот в данную передачу, в это время, что можно позвонить и узнать? Позвонить по телефону колл-центра можно в рабочие часы с 8 до 17. Это многоканальный телефон, по которому, конечно, вы можете узнать размер задолженности. Вы можете узнать свою задолженность за техническое обслуживание газопотребляющего оборудования. У нас единый колл-центр. И он, в принципе, ориентирован на все вопросы граждан, особенно на те, которые наиболее актуальны. Как правило, в периоды, когда мы рассылаем квитанции, когда мы рассылаем напоминания или уведомления нашим абонентам, большинство звонков связано с расчетами за газ. Я хочу сказать, что в связи с тем, что у нас порядка миллиона абонентов, конечно, желательно по телефону колл-центра задавать простые вопросы, короткие, я бы так сказала. Если ситуация связана с индивидуальными какими-то причинами и с тем, что необходимо разобраться и произвести некую сверку, то, безусловно, с документами нужно обратиться в свое подразделение газового хозяйства. Телефон колл-центра, в первую очередь, для тех, кто не получил квитанцию или не смог заехать на квартиру, где он не живет, допустим, узнать сумму задолженности, сходить в банк, либо в иное кредитное учреждение и заплатить. Конечно, по телефону колл-центра можно обратиться и в те службы, которые непосредственно не связаны с расчетами или с техническим обслуживанием. Но колл-центр устроен таким образом, что они смогут переадресовать ваш звонок специалисту, который непосредственно этим занимается. Поэтому получить информацию, куда позвонить, по какому телефону, либо соединиться непосредственно со специалистом по телефону колл-центра можно. Всегда специалисты помогут. Стоит лишь мне добавить. Наталья Викторовна, ну вот, коли же мы с вами заговорились о досудебной практике, ответьте, пожалуйста, вот на такой вопрос. Какую работу еще по снижению задолженности населения по плате вы проводите? Ведь я так понимаю, и вы сказали это верно, обойти всех задолженников чисто физически нереально. Ну, в первую очередь мы направляем почтовую корреспонденцию тем гражданам, которые пока еще не получают квитанции. Причем не нужно пугаться. Эти письма действительно приходят от нас. Мы направляем их посредством почтовой организации. Они доставляются в почтовые ящики наших абонентов. В случае, если это небольшой должник, и мы понимаем, что человек мог просто забыть, да, отвлечься, ну, где-то упустить этот момент, ему приходит напоминание с просьбой заплатить за газ. Если этого не происходит, то в дальнейшем человеку направляется уже претензия, в которой мы указываем, что ваша сумма уже достаточно велика для того, чтобы мы предметно ей заинтересовались. И в этом случае мы говорим о том, что мы обратимся в судебные органы и оставляем за собой право, собственно, применить процедуру отключения. Как правило, три формы письма мы отсылаем абоненту. В последние из них это уже полноценные претензии, после которой мы выходим в судебные органы. Тем, у кого сейчас приходят квитанции, мы дополнительно, если не проводим процедуру отключения, стараемся не направлять подобного рода писем, потому что мы считаем, что человек, видев квитанции сумму своей задолженности, должен понимать, какие у него обязательства в этой связи, да, и какие меры нужно предпринять. Значит, это что касается досудебного регулирования. Далее, конечно, мы используем судебные процедуры, как судебные приказы, которые выносятся без участия граждан, если предмет спора, если суд бесспорный, скажем так. Так и исковое производство, в котором, в том числе, суды рассматривают испорные моменты. Если не говорить о каких-то минимальных случаях, где действительно бывают субъективные обстоятельства, я думаю, очевидно, что все решения суда состоялись в нашу пользу. И далее начинается процедура судебного истребования задолженности с помощью службы судебных приставов, у которых достаточно полномочий и для арестов имущества, и для попадания к должникам, и для производства отключения, если об этом было решение суда. Я вот хочу уточнить, что кроме взыскания задолженности, суд также выносит решение о расторжении договора газоснабжения, то есть о прекращении поставки газа конкретному абоненту. А вот сейчас обращение к уважаемым телезрителям. Если вдруг у кого-то такая ситуация, какова сейчас должна быть сумма долга, чтобы вся процедура, которую вы сейчас описали выше, состоялась? В суд мы выходим, если 25 тысяч рублей человек накопил. Опять же, при условии, что они сложились не за один месяц, не за два, потому что это, опять же, еще нельзя расценивать как злостного неплательщика. Мы выходим в судебные органы, если 6 месяцев и 25 тысяч рублей. По тем территориальным нашим подразделениям, где исторически складывается так, что нет огромных площадей, ну, сельские подразделения, есть суммы задолженности меньше. И мы уже отработали тех должников, у кого 25 и 30 по отключению. Мы опускаем свою планку ниже и идем, в том числе, и к тем, у кого 10 тысяч. И при этом срок задолженности уже существенен. Конечно, по крупным подразделениям, по городу Самаре, Тольятти, в первую очередь, пока мы не добрались вот до такой планки, и работаем с теми, у кого более 25 тысяч задолженностей. Я хочу сказать, что вы в любом случае действуете в рамках закона. И это подтверждает. Компания по отключению газа прошла в мае 2015 года. И то есть вы действуете по закону. И никто никаких претензий вам, как газовой службе, предъявить не может. Ну, мы очень стараемся, безусловно. У нас есть определенные полномочия, есть определенные обязанности. В силу закона за 20 дней до производства отключения, не позднее, чем за 20 дней, мы должны предупредить абонента о предстоящем отключении. Мы это делаем ежегодно в марте-апреле месяце. Это я говорю для того, чтобы наши должники обратили внимание на корреспонденцию, которая к ним приходит в марте-апреле. Мы направляем соответствующие документы, в которых обозначаем его сумму долга и необходимость ее оплаты, и возможность нашего производства отключения. И с мая месяца, ровно с той категории, кому мы направили эти уведомления, начинаем работать. С мая по сентябрь мы акцентируем свое внимание на частном секторе, то есть как раз на крупных должниках, которые имеют отопительные приборы. С конца сентября, с октября мы продолжаем ту же самую кампанию, но уже акцентируемся на должниках, проживающих в многоэтажных домах, те, у кого нет отопительного оборудования. Но тем не менее, я могу сказать, что больше 100 тысяч долгов у нас есть и в многоэтажках тех, кто использует газ на горячую воду в том числе. Дальше мы переходим в квартиры. Параллельно летом, конечно, мы с ними работаем, но акцент делаем на частном секторе. Вот таким образом устроена наша система. Вот сейчас очень плавно вы подвели к вопросам безопасности. Очень хочется все-таки в нашей программе их коснуться. И у нас есть видеосюжет, но прежде несколько слов о безопасности, пожалуйста. Может быть, обращение к гражданам? Да, конечно, мы сейчас особенно с наступлением осенне-зимнего периода у нас участились аварийные случаи при использовании газового быту. В нашем сюжете вы увидите подробности того, как же этого избежать. Мы, конечно, призываем всех наших абонентов не только заплатить за газ, но и побеспокоиться о собственной безопасности и соблюдать те простые правила при пользовании газовых приборов, которые позволят вам сохранить свое имущество, сохранить свою жизнь, здоровье и жизнь своих соседей, близких и тех, кто вас окружает. Пожалуйста, просто открой форточку. Это практически стало уже у нас слоганом, потому что, как правило, угарный газ возникает при использовании газовых приборов и при недостаточном доступе свежего воздуха. Поэтому обратите внимание на наш сюжет, и, конечно, мы призываем всех обеспечить безопасность себя и окружающим. Мне только остается добавить, смотрим сюжет. Угарный газ. Коварный и опасный враг. При содержании 0,08% угарного газа во вдыхаемом воздухе человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При повышении концентрации до 0,3% возникает паралич и потеря сознания. 14 тысяч миллиграмм химического соединения на кубометр и смерть наступит после двух-трех вдохов. Начиная с 2006 года в Самаре пострадало более 700 человек, из них погибли 126. Основная причина – отсутствие притока свежего воздуха, закрытые окна и обратная тяга в дымоходе. Если в замкнутом помещении с газовой колонкой включить вытяжку, воздух начнет удаляться в вытяжку. Срабатывает закон сохранения энергии. В воздуху неоткуда браться при закрытом окне. Продукты сгорания идут в обратном направлении. Так в квартиру из дымохода попадает угарный газ. Как уберечь себя и своих близких? Пользоваться колонкой только при открытом окне. Исключить работу вытяжки над плитой, вентилятора в вентиляционном канале, при включенной колонке. Проверять тягу перед розжигом колонки, котла и во время ее работы каждые 30 минут. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом. Установить систему микропроветривания пластиковых окон. Работы поручать официально специализированной газовой компанией. При подозрении на утечку газа или на отравление срочно необходимо открыть окно, выключить газовое оборудование, позвонить в аварийную службу Горгаза по телефону 04 или для операторов сотовой связи 104. Это программа «Город С» и я беседую сегодня с заместителем генерального директора «Самаргаз» Наталья Викторовна Бабенко. Ну а тема нашей программы «Не гасишь долги, отключит газ». И еще раз, пожалуйста, я попрошу вас ответить на вопрос, какие меры вы принимаете в отношении неплательщиков? К сожалению, самая эффективная мера – это все-таки приостановка газоснабжения в связи с наличием задолженности, и мы ее применяем активно, в том числе и в многоэтажном секторе, чего мы не делали ранее. И, конечно, мы обращаемся в судебные органы как для взыскания задолженности, так и для расторжения договора в судебном порядке, в связи с чем исполнение этого решения суда возможно при помощи службы судебных приставов. Хорошо, ну а если газ все-таки отключили, можно ли обратно стать счастливым обладателем газовой горелки? Конечно, можно. У нас нет задачи не дать газ кому-то из абонентов. У нас есть задача исключительно истребовать денежные средства. И закон определяет, что основанием для возобновления подачи газа является полное погашение задолженности, то есть устранение причины, послужившей основанием к отключению, и погашение долга за производство работ. То есть я хочу обратить внимание наших неплательщиков, что в случае производства отключения это вызывает удорожание нашей услуги, поскольку прежде чем мы газ подключим, наши трудозатраты по производству непосредственно отключения и по последующему пуску газа будут оплачены из кармана абонента. Без этого газ у вас не появится. Наталья Викторовна, так вы приведите, пожалуйста, сейчас примеры, сколько придется потратить из собственных средств, чтобы отключили и потом вновь подключили газ. Если это жилой дом, частное домовладение, где, как правило, отключение производится при помощи сварки, то стоимость отрезается труба, обваривается, то есть способом, который не позволяет несанкционированно подключиться назад абоненту. Соответственно, стоимость в этом случае составляет порядка 20 тысяч рублей. То есть расценка зависит, да, от диаметра трубы, от того давления, на котором работа производится, но в общем и целом это порядка 17-20 тысяч рублей. Если это отключение в многоэтажном доме, мы практикуем применение специальных устройств, которые одеваются на запорную арматуру, закрываются определенным ключом, и которые демонтируются самостоятельно, наверное, возможно, но крайне небезопасно. Это может повлечь за собой деформацию сетей газоснабжения и, соответственно, угрозу утечки и необходимость ее устранения. И достаточно проблемная эта процедура. Значит, в этом случае стоимость отключения и последующего подключения будет составлять порядка 3-4 тысяч рублей, но, опять же, это нужно будет обратиться в газовую службу, сначала оплатить деньги, только потом к вам приедет бригада, которая с помощью специального ключа как бы это устройство демонтирует. То есть это не только деньги, это еще и время, плюс потраченное, которое вы просидите без газа. Конечно. Но при обращении судебном очевидно, что это судебные издержки, это государственная пошлина за рассмотрение иска в суде. И если возникнут какие-то дополнительные экспертизы, либо заключение специалистов, то оплата тех расходов, которые мы понесем в связи с судебным истребованием задолженности или отключением после расторжения в судебном порядке. Если здесь будет участвовать служба судебных приставов, то это еще 7-процентный сбор от общей суммы задолженности в пользу государства за привлечение службы судебных приставов. То есть копить долги в любом случае со всех сторон получается себе дороже? Конечно. Это в любом случае с вас это долг за счет, это судебные издержки, это плюс расходы на отключение, подключение, это еще и время, а в наше время время это деньги. То есть набегает, ну, порядка, минимум какая-то астрономическая сумма, чтобы потом себе вернуть газ. Конечно, это неудобно и, наверное, не несет в себе никакого смысла. Поэтому, конечно, мы советуем абонентов в случае, если намерение платить есть, но в данный момент недостаточно денежных средств, но, тем не менее, вы готовы уже начать погашение, мы рекомендуем обращаться к нам с соглашением о рассрочке. Не замалчивать этот вопрос, приходить к нам, представлять документы, подтверждающие ваши благие намерения и вашу финансовую возможность. Мы в этом случае заключаем соглашение о рассрочке. И в случае, если абонент их соблюдает, то никогда не применяем никаких иных процедур. Но если он, конечно, обманывая нас и себя, наверное, самого заключает соглашение, а в дальнейшем ни одного платежа по нему не производит, либо платежи настолько малы, что дают нам основания полагать, что обязательства не будут исполнены, и, конечно, мы переходим к последующим процедурам. Но в целом, возможность такой мы, конечно, нашим гражданам даем. То есть платить частями можно, нужно, и самое главное, вы идете людям навстречу, вот это нужно, конечно, будет. Да, но мы идем в том случае, когда мы видим, что человек предпринимает какие-то действия к тому, чтобы ситуацию урегулировать. Наталья Викторовна, изменились ли тарифы для населения Самара в области в этом году? И какие вы можете прогнозы дать на 2016 год? Тарифы в 2015 году изменились с июля месяца. У нас уже второй, если мне память не изменяет, год подряд. Тарифное регулирование происходит не с начала календарного года, а с середины для того, чтобы снизить все-таки нагрузку на наших потребителей. На 2016 год однозначно могу сказать, что с 1 января не планируется повышение стоимости газа для населения области. Вопрос о повышении его с 1 июля рассматривается, но пока не могу дать комментариев о той степени повышения, которая произойдет. Вне всякого сомнения, она будет минимальной, обеспечивающей только покрытие тех издержек, которые возникают в связи с инфляционными процессами. Повышение стоимости планируется с 1 июля, в каком объеме будет известно несколько позже. И опять же, в связи с чем мы хотим сказать, что заплатить по старым тарифам, особенно тем, у кого есть приборы учета, конечно, выгоднее. И даже если для себя рассматривать возможность отсрочки платежа, наши рекомендации, конечно, сделать это до 1 июля, до той поры, когда цены на наши коммунальные услуги еще немножко подрастут. У нас осталось с вами 3 минуты до конца разговора. И вы знаете, в резюме нашей программы мне хотелось бы предоставить, конечно же, вам заключительное слово. Мое заключительное слово и лично мое мнение, что в Новый год входить нужно без бремени долгов. И, конечно же, оплатить, коли они у вас есть. Это я обращаюсь к вам, уважаемые телезрители. Ну и, конечно, предоставляю слово вам. Что бы вы хотели сказать нашим уважаемым телезрителям, которые смотрят нас в Самарской области? Ну и что пожелать? Уважаемые телезрители, я целиком присоединяюсь к Елене, или, наверное, Елена присоединяется к моим просьбам и пожеланиям все-таки предпринимать все возможные с вашей стороны меры для того, чтобы вы вовремя, своевременно, в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, в том числе газ. Это позволит нам содержать наши сети в технически исправном состоянии, вам позволит пользоваться услуги газоснабжения круглосуточно и бесперебойно. И всего вам хорошего в Новом году. И давайте войдем в Новый год без долгов. Спасибо. Спасибо вам большое за очень интересный эфир. Спасибо, что вы были с нами. И спасибо всем тем, кто внимательно нас слушал, а особенно спасибо тем, кто нашим советом внял. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин